Сегодня мы продолжим изучать недельный раздел «Тора и Ваишлах». Начали мы его на прошлом занятии, успели очень много. Сегодня продолжаем. «И послал Яков перед собой посланцев к своему брату Исаву в землю Сыир, в поле и дом». На прошлом уроке мы говорили о том, правильно ли, предусмотрительно, мудро ли было пойти на этот шаг, нужно ли было посылать посланцев к Исаву. Может быть, наоборот, следовало бы как-то пройти тихо, чтобы он, может быть, не заметил. Возвращаться к этому вопросу не будем. Сегодня продолжим дальше. «И наказал им сказать, так скажите господину моему Исаву, так сказал раб твой Яков, я жил у Лавана и задержался до ныне, и достались мне валы, и ослы, и мелкий скот, и рабы, и рабыни, и я послал известить господина моего, чтобы найти милость в твоих глазах». Вот что посланники должны сказать Исаву. Если мы смотрим на этот коротенький отрывок, на первый взгляд бросается то, что Яков подчеркивает, как только он может, что Исав для него не просто старший брат, но и господин. И это естественно, он боится Исава и ожидает, что тот может прийти и отомстить за все обиды, которые он пережил когда-то от Якова, и за первородство, когда-то купленное у него, и за благословление, которые, как понимает Исав, у него были похищены братом. Поэтому, конечно же, вполне естественно, что Яков старается как может только унизить себя, чтобы не только не разбудить гнев своего брата, но и наоборот постараться его разжалобить, чтобы вызвать его благоволение. Быть может, ему удастся умиротворить его. Ну а теперь детали. Так, что должны сказать посланники? Так скажите господину моему Исаву. Подчеркивает здесь Яков господину моему Исаву. Это еще не те слова, которые… Одно из двух. Либо это те слова, которые они уже должны сказать. Что вот Яков так обратился и сказал нам, скажите господину моему Исаву. Для того, чтобы сразу с первых же слов было ясно, что Яков считает его своим господином. Хотя, на первый взгляд, ближе понять, что это еще не те слова, которые они должны сказать. Он просто говорит с ними. Так скажите господину моему Исаву. А зачем тогда, говоря со своими посланниками, он уже начинает унижать себя перед Исавом? Не так уж трогно это понять. Ведь если он просто скажет, вы моему братцу скажите, что вот… И дальше будет текст, в котором он себя будет принижать. Но так посланники-то слышат, что он его называет своим братом, братцем или еще как-нибудь. Так если так, то они не уловят достаточного уважения в его словах. И если так, могут они говорить между собой, то в конечном итоге это просочится, и когда они будут говорить со самым тоже. Поэтому уже и перед ними, чтобы они с самого начала слышали, как Яков относится к Исаву. Господин мой Исав. Итак, что же скажите господину моему Исаву? Так сказал раб твой Яков. Я жил у Лавана и сдержался до ныне. Очень интересно. А какое дело Исаву? Где ты жил и где ты был и что ты делал? Исаву интересуют другие вопросы. Ты извиняешься за то, что ты сделал. Ты выразаешь сожаление в том, что ты сделал. Ты принимаешь мое первородство, мой господство и так далее. Вот что его волнует. Ну, дело-то того, что жил. Я жил до сих пор. Где ты жил? Да где угодно. Почему же Яков посылает ему эту, казалось бы, неинтересующую Исаву информацию? Посмотрим, что отвечают комментаторы. Ражбан говорит так. Что пшат здесь. Смотрите, то, что я жил до сих пор. Я не был дома. Я жил до сих пор у Лавана. Я не просто где-то скрывался. Почему нужно это сообщить Гусажбан? В этом есть послание Исаву. Я не убежал из дома от твоего гнева. Вовсе нет. Я просто был у Лавана, потому что папа с мамой послали меня туда для того, чтобы найти невесту, для того, чтобы жениться. Чем я, собственно говоря, и был занят. То есть, для того, чтобы не пробудить здесь гнев воспоминанием по принципу на воре «шапка горит», и чтобы здесь не подчеркнуть, что до сих пор он скрывался от гнева Исава. Никакого воспоминания о гневе, никакого воспоминания о недопонимании, о всех неприятностях, которые были между ними, Яков сейчас не хочет. Поэтому ему важно сказать, и то, что я жил до сих пор в другом месте, это я вот женился там. Это рожба. Орахаим дает другое объяснение. Что Яков сообщает здесь? Лаван был… Мы с Лаваном уже хорошо знакомы по предыдущим главам Торы. И то, что Лаван был жутким совершенно человеком, и мошенником, и подлецом, это все известно. Причем это было настолько известно, что, в общем-то, и даже в других местах достаточно удаленных было известно. И уж, конечно, родственникам, таким, как Исав, было известно, что Лаван – это… Яков подчеркиваю, смотри, я 20 лет прожил с Лаваном. Ты понимаешь, что означает прожить 20 лет с таким человеком? Это же только ангельский характер нужно иметь для того, чтобы ужиться с таким человеком на протяжении двух десятков лет. Так здесь он тем самым подчеркивает свои замечательные качества характера. Смотри, я настолько безобидный человек, у меня настолько миролюбивый характер, что я сумел ужиться даже с Лаваном. Так уж с тобой уж тоже мы не уживёмся, разве мы не сможем найти способ, каким образом мы можем как-то с тобой ужиться? Это здесь, так сказать, послание, которое должно показать Эйсаву, насколько легко можно устроить и насколько легко примириться с таким человеком, как Яков. Вот два объяснения мы уже нашли. А теперь посмотрим, что говорит Раши. Раши говорит так. То, что сказано здесь, я жил с Лаваном. Им Лаван Гарци. Само слово Гарци. Жил, я не просто находился у Лавана. Что оно означает, это слово Гарци? Гарци говорит Раши от слова Гер, что означает? Пришелец. Чужак. Приживалец. То есть, он хочет этим сказать, смотри, я жил там как чужак, я не стал важным, знатным человеком, проживал у других людей. Иными словами, тем самым Яков демонстрирует, что все благословения, из-за которых Эйсав может его ненавидеть, они не сбылись. Где всё? Что мне сказал отец? Какой я господин? Я был маленьким человеком. Я и остался маленьким человеком. Это пшат. То есть, тебе незачем ненавидеть меня из-за того благословения, которое дал мне отец. Будь властелином своих братьев. Оно не исполнилось. По крайней мере, что касается меня, видно, что кем я был, тем я и остался. Продолжает Раши дальше другое объяснение. Гематрия, то есть, циф, сумма цифровых значений этих букв Гарци, это как Тарьяк 613. То есть, хотя я жил с Лаваном, но я продолжал исполнять, соблюдать 613 заповедей и ничему плохому у Лавана не научился. Итак, первое объяснение Раши – это пшат, второе – драж. Если пшат еще как-то понятен, драж уже совсем не понятен. Опять, какое дело Исаву, что его брат Яков продолжал соблюдать 613 заповедей, как и в прошлом, и ничему плохому у Лавана не научился. Да не интересует это его совсем. Зачем тогда Яков дает ему еще такой намек, что смотри, хотя я же не жил дома, я шел с Лаваном, но ничего плохого у него не научился. Очевидно, что здесь заложена уже совершенно другая информация, а именно, поскольку отец мне сказал, что ты будешь властелином над своими братьями. И все проходы, которые тебе были даны, они были даны, но, правда, с условием, что если ты не будешь идти по тому пути, по которому шел до сих пор, и если ты сбросишь с себя ермо исполнения заповедей, тогда и твои братья будут уже, ты не будешь уже господином своим братьем. Стало быть, если я до сих пор соблюдал 613 заповедей, то все благословения в силе, стало быть, ты мне на самом деле ничего сделать плохого не сможешь. Иными словами, здесь уже прямо противоположное тому, что сказано в Пшат. В Пшат мы видим, что Яков старается себя принизить, господин мой, и вообще нет никакого смысла злиться на меня за броход. А что мне осталось этих броход? Я вот кем был, остался, вашим человеком не стал, ничего, ничего я себе нажил, как был приживальцем, так и остался приживальцем. За что меня ненавидит я? А с другой стороны, драж – полная противоположность. Броход, конечно, не броход. Естественно, ты вообще ничего не сможешь мне сделать. Я заповеди по-прежнему соблюдал, и поэтому свыше меня будут охранять, и ты меня не тронешь. Как это понять? Спрашивают комментаторы. Это же прямо прямое противоречие. Как может быть так, что в Пшат говорится одно, а в Драш не просто другое, а прямо противоположное? Как здесь понимать это? Клиокар, который задаёт этот вопрос, он предлагает следующее объяснение. Он говорит, не очень ясно, почему Раша говорит, что Пшат – это про 613 заповедей, это другое объяснение. Да это не другое объяснение, это продолжение первого объяснения. В чём смысл? Яков хотел сказать Исаву следующее. Смотри, мы помним, что между нами было. Я действительно получил благословения, получил их обманным образом. Признаюсь, создаюсь. Мне стыдно. Но самое главное, ты должен обратить внимание. Ведь эти брахо даны были мне, отцом, когда он думал, что это не я, когда он принял меня за тебя. И он думал, что он благословляет тебя. Ну и что ж ты думаешь, что если я обманным путём таким образом получил благословение, то, ну, может быть, отца я сумел обмануть, а что, Бога тоже можно обмануть? Егор, что нельзя обмануть. Это не поможет. Поэтому ты успокойся. Эти благословения, они и не могли мне помочь. Ни зачем за меня злиться. Они не могли мне ничего дать. Более того, я тебе скажу, они ничего мне не дали. Хочешь доказательства? Пожалуйста. Самое простое. Смотри. Я им лавангалдзи. Я жил у Лавана. Проживаются. Я ничего своего не имел. Я прожил ему таким вот чужаком на птичьих правах. И я важный персон и не сделал. А если ты думаешь возразить мне, что то, что я не сделался важной персоной, это потому, что я не соблюдал заповеди, потому что я научился, я испытал влияние лавана и научился у него его плохим делам, и поэтому проход не исполнились. Но на самом деле, если бы нет, они бы исполнились, и таким образом претензии ко мне еще остаются, так вот ты знаешь, что это неверно. Это неверно. Я заповеди соблюдал. Поэтому если проход не исполнились, почему они не исполнились? Почему они не реализовались? Только по одной простой причине. Потому что я их получил обманным образом. Вот поэтому они не сработали. Так что мы уже мечтаем, что инцидент исчерпан. Я просто... На самом деле выясняется, пусть у меня был плохой поступок, но я у тебя ничего твоего не взял. Никакой прибыли, никакой выгоды у меня из того маскарада, который я сделал, у меня не получилось. Так что давай забудем. Это объяснение, которое предлагает Клиака. Возможен и другой подход, но его, может быть, мы оставим на потом. Пока пойдем дальше. И возвратились посланцы к Якову, сказав, мы пришли к твоему брату Исаву, но он тоже идет навстречу тебе, и с ним четыреста человек. И устрашился Яков, и стало ему тяжко. И разделил он народ, который с ним, и мелкие скоты, и крупные верблюдов на два стана. И сказал, если Яков нападет на один стан и побьет его, то оставшийся стан будет спасен. И возвратились посланцы к Якову, и сказав, мы пришли к брату твоему, к Исаву. Это в тавтологии. Понятно, что другого брата у Якова не было, если мы пришли к твоему брату. Значит, к Исаву, если к Исаву, если к твоему брату, зачем они это подчеркивают? Объяснение Раши таково. Мы пришли к твоему брату, то есть к человеку, которого ты своим братом называл. Поэтому, очевидно, они ждали, что их примут как посланников от брата. Но, однако, выяснилось, что мы пришли к Исаву. То есть Исав здесь как нарицательный. Тому самому нечестивцу, которого зовут Исав. Он по-прежнему ненавидит тебя, вся ненависть у него еще горит, и ничего хорошего из нашей миссии не получилось. То есть мы пришли, как думали, к твоему брату, а выяснилось то, что мы пришли к Исаву, к человеку, который тебя ненавидит. И еще то, что пишет здесь Раши. Почему Яков, почему-то сказано дальше. И стало ему страшно. И устрашился Яков, стало ему тесно. Что значит ему стало тесно? Вообще, как понять эти слова? Стало ему тесно. И чем это отличается от страха? Страх понятно. Яков сразу понял, что если Исав идет ему навстречу, и с ним 400 человек, эти 400 человек он привел не для того, чтобы устроить почетный караул или что-нибудь в этом роде. Понятно, что он собирается драться. Страшно, конечно, страшно. А что значит стало ему тесно? Объяснение Раши. Устрашился. Он испугался, что как бы ему самому не погибнуть. А стало ему тяжко и неприятно от мысли от того, что, может быть, защищаясь, ему придется убивать и других людей. Эта мысль его вовсе не радовала. Рамбан высказывает здесь такую мысль. Посланники ничего не сказали. А что, собственно говоря, Исав что-нибудь просил передать или нет? Ничего, ни слова. Они только говорят, мы пришли к твоему брату, а выяснилось, что это Исав. Ну и что он сказал? Передал привет? Нет. Какие-нибудь мирные поздравления? Конечно, нет. Может быть, просто отругал? Они ничего не говорят. Они говорят только одно. И так же, ничего непонятно здесь, и так же он идет навстречу к тебе. Значит, так же. К чему это еще прибавляется? Поэтому, говорит Рамбан, насколько я понимаю, Исав вообще их не принял. То есть, они пришли к Исаву, а Исав услышал, что это посланники от Якова. Ведить их не хочу. Да их просто не пустить. И все. И от этого они поняли, что дело плохо. Или, может быть, принял их, но выслушал, и говорить с ними не хотел. Повернулся, и все. Отсюда они сделали вывод, что дело плохо. Хотя ничего он им не сказал, ничего он им не говорил, даже не ругал, а просто от нежелания их слушать. Значит, на самом деле, дело плохо, и ненависть какая была, такая и остается. А то, что сказано, и так же он идет навстречу тебе, откуда не знаю. Он же им не сказал, он же сам не сказал, передайте братцу, что я уже иду, мы уже скоро встретимся. Чего подобного не было? Ничего не сказал? А откуда же они сделали такой вывод? Это, говорит Ромбан, скорее всего, они, находясь в стане Исава, они видели, что люди собираются куда-то в путь и стали спрашивать, распрашивать, и от того, что они навели справки, им стало понятно, что, очевидно, Исав идет навстречу ему, и не один, а во главе 400 главорезов. Вот отсюда и стало ему страшно. Я раньше сказал, что то, что страшно, это понятно. Но вот ряд комментаторов задают этот вопрос, как это так ему стало страшно. Не очень это им понятно. Почему? Да ведь раньше еще Всевышний уверил Якова, что он позаботится о том, он защитит его, будет его защищать его пути, и позаботится о том, чтобы он вернулся в дом своего отца с миром. И если уже Всевышний тебе это обещает, то как бы не был страшный Исав с его 400 бандитами, можно же положиться на обещание Всевышнего, откуда же страх? У человека, который верит и полагается на обещание Всевышнего, страха, по идее, не должно быть. Может быть человек, который сомневается, который живет, по принципу, на Бога надеясь, а сам не плаша, или что-то в этом роде, тогда понятно, страшновато. Но вряд ли это можно сказать о Якове. Недостатка в вере за ним нигде не наблюдается. Почему же Яков тогда боится? И Торрин скрывает это. Испугался. Боялся. В чем здесь дело? Вопрос этот задают еще наши мудрецы в Талмуде и отвечают, что действительно ничего странного в этом страхе нет. Почему? Шема Игром Ахет. То есть, хотя было обещание, но Яков боялся. Быть может, с тех пор, после того, как это обещание было ему дано, быть может, он осквернил себя каким-то грехом, и если так, то все обещания могут быть уже недействительные, ибо обещание дано только при условии, что человек, он остается на том уровне, на котором он был в момент, когда ему было дано обещание. Если он действительно праведен, как сейчас, тогда да, есть это обещание. Нет? Да уж извините. Этот ответ дают мудрецы в Талмуде. Вроде бы просто. Яков боится, может быть, он где-то чего-то сделал, согрешил. И если уже вспомнить предыдущие главы, на самом деле ему было чего бояться, ведь в конечном итоге он женился на двух сестрах. речь, которая в дальнейшем Торой будет запрещена очень строго. Могут быть другие еще опасения. Некоторые комментаторы говорят, что он боялся, что Исааву не только проблема с его грехами, но и что у Исаава его достоинства, что у Исаава есть достоинства, которых у него на данный момент нет. 20 лет он провел за пределами земли Израиля, а Исаав, он жил в святой земле, большое достоинство. Второе, все это время он не мог исполнять заповедь почитания родителей, он не мог прислуживать, он не мог помогать своему отцу, а Исаав постоянно этим занимался, Исаав относился к своим родителям с максимальным почтением, так что было ему чего бояться. Это ответ наших мудрецов, можно было бы поставить на этом точку, но точку мы не поставим, потому что Рамбом задает здесь дополнительный вопрос. И вот какой. Вопрос этот появляется в предисловии Рамбома к его комментарию на Мишну. Рамбом говорит там о понятии пророчества и о том, каков статус пророка в народе Израиля. Статус его очень непростой. Все, что он говорит и требует от нас от имени Всевышнего, приходит пророк и говорит, что Ашем повелел нам сделать то-то и то-то, мы обязаны это сделать. Более того, даже если он скажет, что Ашем повелел ему временно, на какое-то время, или в одноразовом порядке, отменить какую-то заповедь, сделать вещь, которая Торой запрещена. Например, нарушить субботу. Или как Ильяу на горе Кармель, который позволил себе принести жертвоприношение за пределами храма, которое строго запрещается. Мы обязаны его слушать. Здесь, естественно, задается вопрос, погодите, а ну хорошо, он пророк, а почему я обязан его слушать? А может быть, он, а может быть, это неправда? Нет, не может быть неправда, потому что он пророк. Да, но были же и лжепророки тоже на протяжении всей истории. Конечно, были. А может, он лжепророк. Может быть, он толкает нас сейчас на грех. Как же мы пойдем сейчас делать то, что он требует? И ситуация тяжелая. С одной стороны, запрещено ослушаться пророка, если он истинный пророк. Но ни в коем случае нельзя его слушаться, если он требует от нас нарушение какой-то заповеди, если он лжепророк. Так вопрос, как же я могу узнать, он пророк на самом деле или нет? Каждый, кто выдает себя за пророка, я его буду слушать? Нет. А может, он на самом деле пророк? И тогда, если я его не слушаю, то меня опять же накажут. Как нам быть? Должна быть какая-то формула возможности выяснения. Настоящий это пророк или нет? Как это выяснить? Понятно, что при помощи анализа крови или еще чего-нибудь подобного это невозможно выяснить. А как же быть? Объясняет Рамбом, что любой человек, который утверждает, что он пророк, если он удовлетворяет всем анкетным данным, то есть, он прежде всего хахам, человек максимальной мудрости, человек колоссальной, колоссальной силы воли, которого никогда Ейцер его не побеждает, человек праведный, человек, который умеет довольствоваться тем, что у него есть, он хахам, гибор, гаашир, и после всего этого, после всего этого, если он еще готов сдать своеобразный экзамен на пророчество, тогда мы его держим за пророка, мы считаем его пророка. Что это за экзамен? Он должен предсказать будущее, недалекое будущее через тысячу лет, а что-нибудь близкое, конкретное. И это предсказание должно быть конкретное, такое, не что-то типа стихов Настердамуса, в которых все затуманено и всегда можно найти подтверждение того, что вроде как это сбылось при хорошем желании и умении комментировать. Нет, имеется в виду, что нужно сказать что-то очень конкретное, что должно сбыться через короткое время, и тогда мы смотрим. И если это сбывается, тогда он пророк, не сбывается, тогда он не пророк. Правда, говорит Рамбом, еще одна деталь, не всякое подобное предсказание может быть ему экзаменом, ибо если он предсказывает что-нибудь плохое, то тогда наоборот, ибо Всевышний может отменить, мы знаем хотя бы по книге Йоны, там это четко совершенно показывается, как сначала Всевышний грозит жителям Неневии уничтожением, а затем, с милостью вершись над ними, отменяет, отменяет указ, и тем самым им приходит спасение. Значит, если пророк расскажет про какие-нибудь ужасы, которые должны произойти, какое-нибудь извержение вулкана, цунамина, на полтора миллиона людей, или землетрясение, войну, или что-нибудь, и ничего не происходит, мы его не записываем сразу в лжепророке, потому что может быть действительно он получил правильную информацию, но Всевышний в последний момент пожалел в деле, люди исправились в результате этого, это было отменено, наказание было отменено, все это может быть, но если он предсказывает будущее позитивное, что-нибудь хорошее, говорю, что Всевышний пообещал нам урожай, пообещал нам победу, пообещал нам еще что-нибудь такое, заключение мира с соседями, что-нибудь такое хорошее, вот это может послужить проверкой для пророка. Если сбывается точно, тогда мы его считаем за пророка, никогда не можем точно знать, что он пророк, но по крайней мере с точки зрения Аллахи, в аллахических рамках мы его считаем за пророка, если он предсказал, а это не сбылось, тогда он уже пророк. И вот здесь Рамбук задает свой вопрос, но если, говорят нам наши мудрецы, что Яков боялся, несмотря на то, что Всевышний пообещал ему оберегать его и привести его в мире, в дом отца, и при всем при этом Яков боялся, может быть, из-за грехов, все это обещание не сбудется, то как же можно тогда проверить пророка? Пророк, подобный человек, который утверждает, что он пророк, предскажет что-нибудь хорошее, оно не сбудется, а он тут же себя оправдает, а вы знаете, все, что я сказал, совершенно точно, но вы просто согрешили. Вот поэтому так и получилось. Запятнали себя грехом. А я в чем здесь виноват? Мой прогноз стопроцентно точный. Проблема ваша. Значит, если есть такое объяснение, то тогда никакой абсолютно возможности проверить пророка, действительно он пророк или нет, у нас нет. А такого не может быть, потому что это не может быть совсем, ибо Тора требуется у нас с одной стороны подчиняться пророку, если он настоящий пророк, и запрещает подчиняться ему, если он уже пророк, значит, должна быть какая-то возможность выяснить, кто настоящий пророк, а кто нет. Так спрашивает Рамба. Ответ самого Рамбом вот какой. Рамбом различает между между обещанием, которое было дано, как в данном случае то, что Всевышний обещал Якову, как частному лицу. Он пообещал Якову, вот я тебя буду хранить и возвращу тебя в мире, в дом твоего отца. Вот подобного рода обещание оно может и не сбыться, если человек, которому это обещано, запятнал себя грехом. Но если Всевышний обращается к человеку, как к пророку, то есть он говорит ему, иди, скажи людям от моего имени так-то и так-то и так-то, вот такое обещание уже что бы ни было, и как бы как бы люди не грешили, и как бы не изменилась ситуация, если оно было дано, по-настоящему было дано, то оно уже должно сбыться при всех, при любых условиях, при любых обстоятельствах, и если оно не сбывается, тому может быть только одна причина, что пророк, который передал нам его, он на самом деле не пророк, а лжепророк. Это ответ Рамбома. Не все с ним согласны с этим объяснением, есть у него проблемы, в детали входить не будем, помянем только что мораль в Гурарье, он предлагает другой ответ, а именно речь идет не о том, он разделяет не между тем, что сказано отдельному человеку и тем, что сказано людям, не в этом дело, а он связан между обещанием и пророчеством, это разные вещи. То есть, обещание, даже если оно сказано не отдельному человеку, а может быть даже всему народу, если это только обещание, я вам обещаю, что будет так-то и так-то, то оно безусловно обусловлено, конечно обусловлено. Я тебе обещаю, или я вам обещаю, но при условии, что вы будете себя прилично вести, конечно, и если вы будете грешить, то всё, что я вам хорошего пообещал, то оно может и не получиться, может и не сбыться. Но если это пророчество, что вот знаете, будет так-то и так-то и так-то, и не важно, было ли это пророчество для всего народа или для отдельного человека, но оно было оформлено именно как пророчество, как предсказание будущего, а не как обещание, тогда вы можете на него положиться. Тогда обстоятельства ничего не могут изменить, ни в коем случае. И одно из двух, либо оно сбывается, тогда всё хорошо, если оно не сбывается, нет никакого объяснения, нет терруцин, почему оно не исполнилось, следовательно, перед нами не пророчество, а лжепророчество. Итак, мы объяснили, почему Яков боится. Он боится, что, быть может, он запятнал себя грехом, и все те обещания, которые ему Всевышний дал, они могут ему и не помочь. И поэтому он начинает действовать для того, чтобы каким-то образом отразить эту опасность. Что же он делает? Все мы хорошо знаем, он предпринимает шаги по трем основным направлениям. Первое – это попытаться откупиться, то есть задобрить Исаву подарками. Второе – это молитва. И третье – это бой. Читаю текст. «И устрашился Яков и столы ему тесно, и разделил он народ, который с ним, и мелкий скот, и крупный, и верблюдов, на два стана». Вот это вот самый первый его шаг, тактически очень понятен, чтобы не быть всем вместе, необходимо для безопасности постараться разделиться, и как он сам объясняет свой этот шаг, и сказал, если Исав нападет на один стан и побьет его, то оставшийся стан будет спасен. Как понять эти слова, если нападет Исав на один стан, то второй будет спасен? Это что, можно быть в этом полностью уверенным? Или это только надежда? Я надеюсь, что если мы разделимся на два стана, и тогда Исав нападет на один, то пока он будет избивать, пока он будет бить те, кто в первом стане, то вторые, может быть, сумеют уйти под прикрытием первого стана. Как это понимать? Харамбан начинает с того, что, согласно, если Пшат, по-простому понимать, то, конечно, это только надежда Якова, что он делает здесь надежду, как любой человек в действительности, должен таким образом себя вести во всех областях, стараться не складывать всё, не класть яйца в одну корзину, не складывать всё в один угол, потому что это просто опасно, это правило, которое верно не только в военном деле, но и в отношении ведения своего домашнего хозяйства. Если у человека есть какие-то деньги, то вкладывать их в одно дело – это опасно, всегда нужно, всегда должно быть распределение различных вложений, немножко в это, немножко в это, немножко в это, и тогда, даже если у человека где-то получается плохо, то, с другой стороны, будет хорошо. Ну, поэтому Пшат, простой Пшат, как он пишет, Яков сказал это в качестве предположения, предположения и надежды. То есть, может быть, спасётся другой лагерь, если Яков, если Исаф нападёт на один лагерь, то, быть может, второй лагерь спасётся, потому что пока он будет громить один лагерь, то другой успеет убежать. Или же, может быть, гнев его остынет, после того, как он даст волю своим рукам, через некоторое время он уже успокоится. Или, может быть, им будет ещё послано какое-нибудь спасение свыше от Бога. Главное – выиграть время. Но это всё только предположения и пожелания. И так же сказано в Медраше, Берешит Раба, Тора здесь намучит правилам поведения, никогда не складывать всё своё имущество в один угол. В надежде на то, что это поможет. Но Раши, Раши объясняет, нет так. Раши пишет так. То будет оставшийся лагерь спасён, будет оставшийся стан спасён наперекор ему, то есть, потому что я буду сражаться с ним. Иными словами, разделение – это на лагеря. Смысл его в том, чтобы один лагерь прикрыл бы другой лагерь и сражался с Исавом, и тем самым можно быть уверенным, что он будет спасён. Тем самым, пишет Раши, продолжает Раши, он приготовил себя к трём действиям – и к дарам, и к молитве, и к битве. И так же Медраж говорит, что сделал Яков, когда разделил все, кто были с ним на два стана. Он их вооружил, одел их в кольчуги, а сверху надел их в белые одежды. То есть, самая первая, так как встретят Исава, встретят его самыми мирными намерениями и одетые в белые одежды. Это да. Но под белыми одеждами будут кольчуги. И если будет плохо, то начнут и воевать. Продолжает дальше Рамбан. И это более правильное объяснение. То есть, то, которое приводит Раши, оно более правильное. То, что сказано, и будет оставшийся стан спасён наперекор ему. Иными словами, это не надежда, это не высказывание предположения, а это глубокая вера в то, что так именно и будет. Мы его, Исава, сумеем остановить, и если он нападёт на первый стан, то второй стан выйдет сухим из воды. Дело в том, что Яков знал, что всё его потомство никогда не падёт от руки Исава. А если так, то один из лагерей в любом случае спасётся. Исав может причинить вред. Да. Может напасть. Конечно. Может пролить кровь. Может. Но уничтожить всё потомство Якова ему никогда не удастся. Это заверение, которое есть у Якова от Всевышнего, ему это совершенно ясно. Поэтому всё, что ему остаётся сделать, это позаботиться о том, чтобы это заверение сработало. Как разделить всех, кто у него был, на два стана, и тогда можно быть уверенным, что второй стан обязательно спасётся. Продолжает Рамбан. Здесь также содержится намёк на то, что сыны Исава не будут стремиться полностью уничтожить нас. Но в некоторых странах будут причинять зло некоторым из нас. Это обязательно будет. Рамбан напоминает нам. Все эти главы следует понимать, в ключе Маасея вот, Синан Лабанин, «Деяния праотцев», знак детям. То, что мы читаем здесь о наших праотцах, это вся дальнейшая наша история в миниатюре. Нам ещё многие-многие сотни лет жить под сенью, под властью Исава. Трудно будет, очень трудно. Будет стремиться Исав уничтожать нас? А, конечно, будет. Конечно, будет. Мы к нему, как было сказано здесь с посланцами, мы пришли к нему как к брату, а выяснилось, что он Иса. Ненавидит? Конечно, ненавидит. Ненависть его остаётся. Да. Будет стараться уничтожить? Да. Но никогда это не приведёт к тому, что сумеет уничтожить всех. А всегда на протяжении истории будет так, что сыны Исава в одной стране будут стараться и причинять зло евреям. А в другой стране в это время, в другом месте, будет возможность их спастись. Продолжает дальше Рамбан. Один царь повелит лишить нас нашего имущества, конфисковать наше имущество, или лишить нас жизни. А другой царь в своём государстве смело стивится над ними и спасёт беженцев. Обязательно будет. Так было в средневековой Европе, когда евреев, например, изгоняли из Англии и с большим удовольствием принимали во Франции. Потом их изгоняли, конфисковав всё имущество из Франции и с большим удовольствием принимали в Германии или в Литве и так далее и так далее. Даже такое колоссальное, страшное бедствие, которое было в конце XV века, изгнание из Испании, и тогда, когда были изгнаны сотни тысяч людей, и тогда вдруг откроилась возможность для евреев попасть в Турцию. и обосноваться там хорошо. Более того, под властью турецкого султана была Эр-Сисраэль, Святая Земля, появилась возможность впервые за много-много лет приехать туда и обосноваться там. Это сценарий на всю дальнейшую историю. В одном месте нас давят, в другом месте и спасение. Был один случай, один единственный исключение. Поэтому я думал, такой страшный. Это когда мы оказались под властью персидского царя Хешверуша, который властвовал над колоссальной империей из 127 стран. И его министром оказался Аман, который захотел уничтожить евреев. Почему это было так страшно? Да потому, что вот тогда не было этой ситуации, которую описывает здесь Рамбан, что в одном царстве нас давят, а в другом в этот момент готовы спасать. Не было другого царства, в котором были евреи. Все оказались под властью одного мана. Поэтому это было так страшно. Но в дальнейшем так не будет. Всегда. Даже уже в последнюю, во время Второй мировой войны. Очень было страшно. Гитлер и его и вся его верхушка постановили, как известно, найти и говорили об окончательном решении еврейского вопроса. Окончательное уничтожение. Но Гитлер не мог завоевать всего мира. Даже если бы он завоевал всю Европу, оставалась еще Америка. Всегда, всегда это будет нашим спасением. И я думаю, здесь добавить еще одну деталь. Немаловажно. Итак, как говорит здесь Раши, то оставшийся стан будет спасен, наперекор Исаву. Имеется в виду, я с ним буду сражаться и сумею его остановить. В этом Яков не сомневается. Он не сомневается в том, что у него достаточно сил и с Божьей помощью он сможет остановить Исаву. Вместе с тем, вместе с тем. Он посылает ему, как мы сейчас увидим, богатые дары. он унижает себя. Так скажите господину моему Исаву. Он старается откупиться от него деньгами. Если нам могло бы показаться, что вот это желание откупиться деньгами и унизить себя, и тем самым погасить гнев его, это оружие слабых? Здесь мы видим, что нет. Это оружие слабых. Именно так нам и заповедано. поведение Якова для нас здесь это модель для подражаний. Даже если мы абсолютно уверены, что у нас достаточно сил, и мы можем с точки зрения наших сил совладать с Исавом, совладать с врагом, все равно столкновение с ним это самая последняя опция. Прежде всего постараться, если мы можем унизить себя, можем добиться унижения, что нас оставит в покое лучше всего. Национальная гордость – это не наша ценность, это для Исауа вашей, для нас нет. Мы можем себя унизить, чего, к сожалению, до сих пор не понимают лидеры современного Израиля. Если можно себя унизить, лучше всего. Не получается, деньгами можно откупиться. Не получается деньгами, и несмотря на все, они все равно лезут на ножон и идут драться, тогда придется драться. Хотя с самого начала мы могли бы, может быть, сэкономить много денег и много унижений, и с самого начала вступить в бой. Не, ни в коем случае, самая последняя опция. Только только если все остальные не получаются, тогда уже идти в бой. Итак, Яков готовил себя к трем вещам. Дары, война, бой и молитва. Прочитаем его молитву. «И сказал Яков, Божий отца моего Авраама и Божий отца моего Ицхака, Господи, сказавший мне, возвратись в свою страну и на твою родину, я буду благотворить тебе. Не достоин я всех милостей, всех благодеяний, которые ты сотворил твоему рабу. Ибо с одним посохом я перешел через этот ярден с пустыми руками, а теперь у меня два стана. То есть имущество, во-первых, у меня уже есть семья, у меня есть дети, и имущество из-за абсолютно нищего человека, у которого ничего, кроме посоха не было, я превратился в семьянина, в главу семьи, у которого хватает людей и имущества на то, чтобы разделиться даже на два стана. «Избавь меня от руки моего брата от руки Исава, ибо я боюсь, чтобы он не пришел и не убил у меня мать с детьми, а ведь ты сказал, я буду благотворить тебе и сделаю потомство свое, как песок морской, который мне исчислили». «Не достоин я всех милостей твоих и всех богодеяний». Это литературный перевод, а в оригинале сказано «катонти миколя разыдием», буквально «я умолился, уменьшился, меня как бы стало меньше из-за всех тех благ, которые ты со мной сделал». Что это значит «я умолился, уменьшился». Это то, о чем мы говорили раньше. Яков боится того, что с тех пор, как он получил все обещания Всевышнего, что он запятнал себя грехом. Стало бы, и кроме того, это первое. Второе, чего он боится, что так много Всевышний сделал с ним милости. Он дал ему возможность построить семью, он дал ему возможность обзавестись имуществом в тех очень непростых условиях, которые у него были в доме у Лавана. И когда Лаван пытался все время его обмануть, пытался мошенничать, у него ничего не получилось. Он спас его от Лавана, когда тот в последний момент решил силой отобрать в него все имущество. Так понятно, что бесплатных завтраков не бывает. Если с ним происходят такие чудеса, то это за счет чего-то. Не исключено, что все его заслуги, за которые он получил те обещания, не исключено, что он их проел, теми самыми чудесами, которые с ним случились, той опекой и тем благом, который Всевышний ему дал. За это все надо платить, потому что бесплатных завтраков не бывает совсем. Может быть, у него уже теперь ничего осталось. От этого он и говорит, я стал меньше, уменьшился, умолился, и поэтому я недостоин всех тех милостей, из-за всех тех милостей и благодеяний, которые ты сотворил твоему рабу сегодня. У меня, может быть, вообще ничего не осталось, поэтому мне страшно, спаси. Еще одно уточнение здесь любопытное. Он просит, чтобы Всевышний избавил его. Избавь меня от руки моего брата, от руки Исава. Зачем вот это разделение? От руки моего брата, от руки Исава. Во-первых, достаточно было бы просто сказать от руки моего брата. Понятно, других братьев у него нет. Или от руки Исава. Но даже если было сказано спаси меня от руки моего брата Исава, и с этим тоже можно смириться. Но от руки моего брата, от руки Исава, получается, что это как бы две разных вещи. Есть рука моего брата, а есть рука Исава. Некоторые комментаторы говорят так. Яков просил спасения в любом случае. Во-первых, спаси меня от Исава, когда он как Исав. Кто такой Исав? Исав это уже нарицательный. Тот самый жуткий бандит, ненавистник, погромщик, который идет сюда с четырьмя остатами головорезов для того, чтобы убивать. А ты Исава? Спаси меня. Но даже если Исав вдруг изменит свою личину и вдруг наденет маску любящего брата и скажет мне «Все, я тебя люблю, я тебе все простил, я ничего не помню, давай жить вместе по-братски». Ой, вот это тоже. Избавь меня и от этого тоже. Потому что жить с ним вместе, потому что это опасно физически, но это опасно по другой причине. Просто жить вместе с Исавом это для, ну так вот близко, это для еврея невероятно-невероятно вредно. Поэтому спаси меня в любом случае, спаси меня от Исава, бандита и разбойника, от погромщика, и спаси меня от Исава, который надевает личину брата и предлагает жить с ним вместе. И от того, и от другого. Читаем дальше. «И ночевал там ту ночь, но и ночью в ожидании встречи с Исавом Иаков не спит, не спится. И взял из того, что у него было в подарок Исаву своему брату, двести кос и двадцать козлов, двести овец и двадцать баранов, дойных верблюдец верблюжатами тридцать, сорок коров и десять быков, двадцать ослиц и десять ослят, и дал в руки своим рабам каждое стадо соба и сказал своим рабам «Пойдите передо мной и оставляйте промежуток между одним стадом и другим». Так? «Не идите». Значит, «Пойдите передо мной» это первое. Второе. «Не идите скопом, а чтобы была дистанция промежуток между стадами». «И приказал первому сказав, когда встретит тебя Исав брата и спросит тебя «Чей ты и куда идёшь? И для кого идти, что перед тобой?» «Скодничу». «То скажешь, это раба твоего, Якова, а это подарок посланный господину моему Исаву, а вот и он сам за нами». Так, на все вопросы, на три вопроса, три ответа. Чьё это принадлежит раба твоему Якову? Зачем это? А это тебе в подарок. А Яков он сразу и за нами. И приказал он также второму и третьему, и всем шедшим за стадами, говоря, «Так говорите с Исавом, когда встретите его, и скажите, вот и раб твой Яков за нами, ибо он сказал ему гнев его даром, идущим передо мною, и потом увижу его лицо, быть может, он простит меня». Почему Яков потребовал, чтобы между стадами был промежуток? Почему это так важно? И в чём здесь идея? Раши объясняет так, «Оставляйте промежуток одно стадо перед другим, сколько хватит глаз», т.е. на поле зрения, чтобы не были вы в поле зрения оба стада вместе, чтобы сначала можно было увидеть одно, а потом второе. Для чего? Чтобы насытить глаз, т.е. удовлетворить корыстолюбию того самого нечестивца и удивить его щедрым приношением». Т.е. когда всё вместе с копом, всё это вместе, но когда идёт одно с другим, ещё подарок, ещё подарок, ещё подарок, сколько много подарков. Так пишет Раш. А Раввир дополняет здесь одну очень интересную деталь. Он не только просит у них, чтобы был промежуток, но и каждому, кто идёт со стадом, он требует от него, чтобы он сказал ту же самую фразу. «А вот и Яков, он сразу за нами». Кстати, это было неправильно. Он не сразу за нами, потому что идёт первое стадо, а за ним что, Яков? Нет, за ним второе стадо. А после второго стада уже идёт Яков? Нет, за ним идёт третье стадо. Почему же он тогда сказал «Яков?» Говорит, «А вы же, то, что он хотел достичь, это вот чего». Исаф идёт, встречает этот стадо. «Это что такое? Вы чьё? Мы от твоего раба Якова, это он тебе послал в подарок, и вот он прямо за нами». Ну, тот уже начинает готовиться ко встрече с Яковом, ждёт, сейчас он появится, появляется другой стадо. «А это что такое? А это тебе подарок. От кого? От Якова? Так. А где он сам? Сейчас прямо за нами. Снова он готовится к встрече, ну, сейчас он уже порвёт на куски, идёт стадо». Почему это ему было важно? Он хотел здесь работать, он хотел, чтобы здесь работал, чтобы у него появилось что-то типа того, что сделал академик Павлов со своими собачками, известный опыт, как он учил их, чтобы у них на звук колокольчика отделялась слюна. Сначала он их кормил, и когда давал им еду, звонил в колокольчик. И у них получился условный рефлекс, как только звонят, слюнка уже отделяется. То же самое. Что он хотел здесь? Чего он хотел здесь достичь? Чтобы как только тот подумал про Якова, сейчас, если Исаф в данный момент понимает Якова, что с ним происходит, вскипает в нём вся ярость, вся обида, которая была принесена ему 20 лет тому назад, и сейчас у него Яков ассоциируется с обидой. Кто такой Яков? Это гад, который меня вот так вот обидел, похитил у меня мои благословения, обманул меня о первородстве и так далее. Что происходит сейчас? Он заменяет ему вот этот самый условный рефлекс. Как только тот готовится встретить Якова, Яков, оп, что происходит? Подарки. Яков, подарки. Вместо Яков, гад, вместо этого получается Яков, подарки, Яков, подарки. И если это произойдёт несколько раз, то тем самым у него сменится немножко, вот эти вот сменятся ассоциации, и вместо гада, который украл у него благословение, окажется раб, который старается подарить ему богатые, богатые, богатые дары. Так объясняет Раввир. Ну, и прибавим сюда ещё комментарий Рамбана. Снова Рамбан напоминает нам тот самый принцип деяния отцов знак детям и оставляйте промежуток между стадами в Берешит Раба. Сначала Рамбан цитирует Раши, чтобы насытить глаза того самого злодея, удивить его щедростью подарков, а в Берешит Раба у Медраши сочли, что здесь есть намёк. Сказал Яаков Всевышний Владыка Мира, если придут бедствия на моих сыновей, то не приводи их одно за другим, а дай им отдых между одним бедствием и другим. Яаков совершил здесь аллегорическое действие, то есть, как мы говорили, это понятие Масея вот Симан Габаним означает, что в действиях Яакова закладываются основы в миниатюре того, что в дальнейшем произойдёт в еврейской истории. Так вот, это то, что называется аллегорическое действие, для того, чтобы подати и налоги, которые сыновья Исава будут взыскивать с его потомства, были разделены промежутками по времени. Тот, кто изучает хронологию еврейской истории, он поражается. В действительности, те бедствия, которые выпали на долю еврейского народа под властью сыновей Исавы, они ужасающие, катастрофические, но очень интересно. Они никогда не идут потоком, они никогда не идут рекой. Всегда, даже если речь идёт о погромах, об изгнаниях, ужасающих, которые были, никогда не было такого, чтобы изгнали из одного места и прямо через год ещё из другого. Всегда, скажем, изгоняли из Франции, изгоняли в Германию, потом снова приглашали во Францию и лет через 50 снова выгоняли. То же самое с большими погромами. Кровопускания были постоянные, но всегда между ними несколько десятков лет. Что это? Это колоссальная разница. Потому что, когда беды идут рекой, то она может и утопить тоже. Но когда есть возможность между ними как-то передохнуть, то еврейский народ всегда успевал за эти 10, 15, 25 лет всегда успевал снова встать на ноги с большой скоростью, с невероятной быстротой, но всегда успевал вставать на ноги. И тогда следующий удар он принимал уже вставший на ноги. Потому что, если бы это было не так, если бы удары шли один за другим, тогда не встать. Пример тому, как удары, которые идут один за другим, это то, что было при исходе из Египта. Там написано, что Всевышний избавил нас без Роан и Туя. В переводах это переводится ужасающими словами простертой мышцей. Простертая мышца это что-то из области образов Сальвадора долины. Что-то ужасное. З Роан, это я имею в виду занесенная рука. То есть, когда наносится удар и тут же заносится рука, чтобы еще один удар. И еще, и еще, и еще. И, конечно, фараон и египтяне не могли вынести такую серию ударов. Но с еврейским народом в его истории так не было. Были удары ужасающей силой. Конечно. Но между ними всегда был промежуток. Благодаря чему и удалось выжить. Благодаря чему и удалось продолжать, несмотря на все жуткие-жуткие удары. И это то, что наш пратец Яков делает аллегорическое действие, расставляя стада так, чтобы остался между ними промежуток и завещает нам в дальнейшем. О том, как произошла уже сама встреча с ИСАВом, мы будем говорить на следующем уроке. А сейчас мы здесь закончим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...